Субтитры подогнал «Симон» Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей, подготовленные службой информации телекомпании «Новый век». Главной теме этого часа. Уполномоченная при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Генпрокуратура России поддержала мнение омбудсмена о необходимости оставить в семье четырехлетнюю девочку из Тувы, которая в начале года прошла несколько километров по тайге, чтобы позвать на помощь бабушку. Напомню, что ранее Следственный комитет сообщал, что в отношении матери девочки возбуждено уголовное дело за оставление ребенка в опасности. В ответе заместителя генерального прокурора Владимира Малиновского на обращение детского омбудсмена говорится, что надзорное ведомство считает незаконным уголовное преследование матери девочки. Цитата «Изучение уголовного дела показало, что в нем отсутствуют доказательства, свидетельствующие о совершении матери девочки инкриминируемых ей деяний. Прокурору Тувы поручено принять меры реагирования, направленные на прекращение незаконного расследования в отношении обвиняемой». Эта история произошла в марте 2017 года. Четырехлетняя Саглана Солчак жила на заимке с бабушкой и дедушкой в Терехольском районе, а ее мать была вынуждена уехать из родного поселка на заработки. Когда бабушке стало плохо, дедушка Сагланы, который из-за слепоты не знал, что на часах 6 утра, а на улице еще темно, послал девочку за помощью в ближайший поселок, а на 3 часа шла при 24-градусном морозе по грудь в снегу через лес до ближайшего поселка. Во время похода по тайге ребенок не пострадал. История вызвала большой резонанс не только в республике, но и по всей стране. На нее обратил внимание и глава Тувы, а также аппарату, полномоченного по правам человека. Анна Кузнецова, узнав об этой истории, предложила выдвинуть девочку на премию «Горячее сердце», которую вручают детям и подросткам, бескорыстно пришедшим на помощь другим. К другим темам. Полиция Тувы предупреждает. За заведомо ложный донос о совершении преступления предусмотрена уголовная ответственность. За 7 месяцев участились обращения граждан по факту украденных мобильных телефонов. В основном все обратившиеся сообщают, что телефон украден неизвестным, и в ходе расследования выясняется, что средства связи были утеряны своими гражданами из-за своей же невнимательности. Что грозит за обман горевладельцам сотовых, узнавала моя коллега Диана Баян-Богус. В последнее время в городел Кызыла поступает много обращений об украденном телефоне. В заявлении граждане указывают, что кражи происходят в переполненном общественном транспорте. Статистика столичной полиции показывает, что многие из них обманным путем пытаются вернуть личные имущества, сообщая о краже. Каждому, кто обратится сложным доносом, грозит уголовная ответственность, предупреждают в правоохранительных органах. В дальнейшем в ходе расследования уголовного дела следователям и по результатам произведенных оперативно-розыскных мероприятий устанавливается, что сотовый телефон был утрачен самим заявителем по его собственной же неосторожности и невнимательности своему имуществу. За последние семь месяцев в суд направлено три уголовных дела в отношении четырех граждан. Они предстанут перед судом. Орган предварительного следствия и сотрудники уголовного розыска обращают внимание всех, что ложный донос приводит к серьезным правовым последствиям. Вы написали в отделении полиции заявление о том, что у вас упрали сотовый телефон. Хотя в ходе предварительного следствия выяснилось, что ваш телефон был утерян. Также вы предупреждались о уголовной ответственности в ложном доносе. Почему вы так сделали? Я думал, что если телефон, напишу, что у меня украли, то вы мне точно найдете этот телефон. Во избежание уголовного наказания региональный МВД предупреждает не обращаться с подобными заявлениями. Уголовным кодексом России предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет. С 25 по 27 августа в Кызыле в спорткомплексе имени Ивана Ярыгина состоится 8-я межрегиональная универсальная выставка-ярмарка ТВЭКСПО 2017 осень. На экспозиции свои товары и услуги представят более 70 компаний и предпринимателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей, а также из республик Хакасия и Тува. В преддверии школьной поры коллективная экспозиция Тувы традиционно будет сформирована из числа местных товаропроизводителей, преимущественно выставляющих школьную форму и продукты питания. ТВЭКСПО будет состоять из трех крупных разделов – строительство и энергетика ЖКХ, товары народного потребления, услуги и продукты питания. Выставка будет интересна как специалистам отраслей промышленности, так и рядовым жителям и гостям республики, которые найдут там оборудование и материалы для своего дома, а также различные потребительские товары от одежды и обуви до эксклюзивных продуктов питания от фермеров. Лучшие участники выставки будут отмечены дипломами и памятными призами. И о курсах валют. Доллар стоит 59 рублей 13 копеек, а евро – 69 рублей 56 копеек. Далее на нашем канале реклама. Оставайтесь с нами. Нужны деньги? Приходите к нам! Займы под залог телевизора, ноутбука, телефона и бытовой техники. Улица Кочетова, 93, торговый центр «Лакомка», второй этаж. «Лакомка», второй этаж. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжаем выпуск новостей. С 1 июня прошлого года в российском гражданском судопроизводстве произошли изменения. Введено упрощенное производство гражданских дел. Изменения были введены с учетом международного опыта и рекомендаций европейского сообщества. К таким делам относятся так называемые «малые иски», то есть дела с небольшой ценой риска и бесспорных требований. В российском гражданском судопроизводстве разбиралась Диана Баянбогус. Главное отличие упрощенного производства от искового является рассмотрение дел без вызова сторон в суд. Кроме того, срок рассмотрения дел сокращается – не более двух месяцев. У городских судей по часам расписан весь день. То есть по часам в 10-1, дело в 11-2, а потом в 3-й. И отложить он может только через полтора месяца, к примеру. Вот из-за этого в следующие полтора кто-то заболел или еще что-то там затребовали, не предоставили доказательства. Вот оно идет, идет таким образом. И вот из-за того, что эти заседания откладываются, таким образом длительно рассматриваются. Здесь же уже есть сроки, которые даны. В эти сроки должны предоставить доказательства, никаких судебных заседаний нет. Судья просто берет, рассматривает и выносит решение. То есть должно быть все очень быстро. Ну вот пока, да, и пока началось со 100 тысяч, в дальнейшем предполагается, что эта сумма будет увеличена. Согласно Гражданского процессуального кодекса России, рассмотрению в упрощенном порядке подлежат дела. Поисковым заявлениям о взыскании денежных средств или об истребовании имущества, если цена иска не превышает 100 тысяч рублей. Поисковым заявлениям признание права собственности. Как правило, это долги по кредитам и коммунальным платежам, неуплата налогов, займов по распискам, дела по защите прав потребителей и возмещении какого-либо ущерба. Когда вот речь идет о взыскании денежных средств, в эту сумму входит не только сумма основного долга, но и сумма начисленных на основной долг процентов, неустоек, пени. Решение суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, вступит в законную силу по стечении 15 дней со дня его принятия. Введение упрощенного порядка гражданского судопроизводства серьезно разгрузит судей. В начале августа всех судей Ерзинского, Тесхемского, Тандынского и Кызылского районных судов был проведен семинар по разъяснению постановления. Диана Баимбогусерис Ховалы, телекомпания «Новек». В День шахтера для жителей Кызылы выступят звезды российской эстрады, победители и финалисты проекта «Голос-4». 27 августа в России отметят юбилейный День шахтера, празднику исполняется 70 лет. В Туве первыми поздравления будут принимать ветераны, затем заслуженные шахтеры. Наиболее массовые мероприятия запланированы на предстоящие выходные. Для жителей Кызылы День шахтера является общегородским и отмечается не менее широко, чем День города. Кульминацией торжеств станет выступление звезд российской эстрады. Это победители и финалисты проекта «Голос-4» и романах Фотий, Витольд Петровский и Эракан. Концерт состоится 27 августа в 19 часов на площади Ората. Смотрите на шубу под рук и ждете, когда подарят? А зачем ждать? Вы легко можете купить ее сами. Магазин по всей России «Меховые традиции» заботится о том, чтобы любая женщина могла позволить себе покупку шубы. Для этого не нужно долго копить деньги, сильно экономить на себе или переплачивать огромные суммы по кредиту. Мы предлагаем взять шубу в рассрочку без переплаты и первоначального взноса. Стоимость шубы со временем не увеличится. Проценты банку вам платить не нужно. А если удастся погасить рассрочку раньше срока, то стоимость шубы для вас получится еще меньше. Приходите на выставку «Меховые традиции» и выбирайте из тысячи шуб из меха норки, овчины, нутри, каракуля, бобра королевского рекса, енота, лисы, а также модные жилетки, дубленки и шапки. Высокое качество продукции подтверждено гарантией и сертификатами. Каждое изделие имеет чип, а на некоторых можно найти красный ценник со скидкой до 70%. Не откладывайте на потом и не ждите, когда подарят. Просто приходите и купите шубу своей мечты с 31 августа по 4 сентября в спорткомплексе имени Ирыгина. Новости короткой строкой продолжат выпуск. 9 сентября в день города с 12 часов в столице республики пройдет смотр-конкурс «Костюмированное шествие». Департамент культуры, спорта и молодежной политики «Козыла» приглашает предприятия и организации города принять участие в праздничном шествии. От каждой организации будет выставлена колонна, в которой должно быть не менее 20 человек. При подготовке к участию в конкурсе рекомендуется учитывать объявленный в 2017 году в России год экологии и год молодежных инициатив. Приветствуются лозунги «Тува. Территория мужества» и «Трезвая Тува». В период активной подготовки к началу учебного года Управление Роспотребнадзора по Туве призывает соблюдать основные правила при выборе одежды, школьных принадлежностей, ранца и мебели для домашних занятий. При покупке школьной формы для ребенка важно помнить, что в этой одежде он будет проводить от 5 до 6 и более часов. В первую очередь школьная форма должна обеспечить сохранение детского здоровья. 1 сентября в России – День знаний. В Туве – это день исторической памяти и чести добровольцев Тувинской народной республики, принимавших участие в Великой Отечественной войне. По случаю памятной даты Национальный театр Тувы готовит показ военной драмы «Туруялар» «Журавли». Напомним, спектакль посвящен 70-летию Великой Победы и подвига тувинских добровольцев в годы Великой Отечественной войны. Открытие 82-го театрального сезона намечено на начало октября. Центр культуры народов России Государственного российского дома народного творчества проводит всероссийский конкурс фототворчества «Праздники народов России. Национальный колорит». На конкурс принимаются авторские работы фотографов, профессионалов и любителей клубных фотообъединений, специалистов учреждений культуры, районных и сельских домов культуры, отражающие национальные особенности традиционных праздников народов России. Подробная информация на официальном сайте Республиканского центра народного творчества и досуга. Семнадцатого сентября на канале НТВ выход кулинарно-этнографической программы «Поедем, поедем», посвященной Республике Тыва. Напомним, в дни празднования на дыма праздника животноводов Тувы с 12-18 августа Республику посетила съемочная группа программы канала НТВ «Поедем, поедем» с ведущим Джоном Бороном. Организатором съемок выступило Министерство культуры Республики Тыва, пригласившее канал НТВ в рамках приоритетного проекта Министерства по сети Туву. Съемочная группа программы приглашена Министерством с целью поддержания положительного имиджа Туве, увеличения туристического потока в регион и развития гастрономического туризма. А сейчас о погоде. В течение суток 24 августа местами по республике ожидается переменная облачность, небольшой и умеренный дождь, возможно гроза. Ночью и утром местами туман, ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, в отдельных районах порывы составлять будут до 17 метров. В Козыре ожидается переменная облачность, без осадков, возможно гроза. Ветер северо-западного направления от 5 до 10 метров в секунду, ночью плюс 9, плюс 11 градусов, днем плюс 23, плюс 25. Это все, о чем мы успели вам рассказать к этому часу. Эфир продолжит программу «Услышать каждого». Увидимся в эфире. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»